Приветствую вас. Довольно интересный вопрос, по моему мнению, вы задаёте. Вот. Шалка у нас здесь на форуме. Мне принято психологам обсуждать свои ответы, да, то есть дискутировать. Ну, возможно, это с одной стороны, если это хорошо, вот, но мне кажется, что иногда дискуссии, когда, ну, могли бы помочь людям, могли бы как-то помочь им посмотреть на разные точки зрения. Другое дело, что в российских реалиях это не совсем возможно. Может быть, с российским менталитетом это не совсем возможно, вот. Но, тем не менее, почему тема интересная? Потому что это вот такое, знаете, сочетание морали, да, морали какой-то культуры и проблемы совести, проблемы принятия себя, проблемы построения отношений и так далее. И вот здесь, на самом деле, мне представляется такая история, что важно не скатиться вот в какую-то, знаете, в какую-то сторону, какому-то полюсу, да, то есть либо я только вру и всё скрываю, либо я не вру и вообще ничего не скрываю. Вот мне кажется, что и то, и другое, да, у хорошего ничего абсолютно не несёт для человека, для кого бы то ни было. Ну и на самом деле золотую середину искать, вот, и не только женщине по отношению к мужчине, а вообще любому человеку, вот. И здесь, конечно, у вас есть так называемая, как это было, психологическая игра, она называется «Игра в родительский комитет». Вот, я вспомнил эту игру, «Родительский комитет» она называется, вот. А обязательно почитайте в интернете про эту игру психологическую. Вот, «Родительский комитет», тут важно понять именно принцип, да, именно принцип, как это работает. В оригинале родительский комитет по отношению к детям, но родительский комитет работает не только по отношению к детям, но и, в принципе, в ваших случаях то же самое, да. То есть у вас это работает другим образом, то есть есть вот женщина, есть какая-то женская мудрость, есть мужчина, есть какая-то его мужская, наверное, мудрость. На самом деле, нет мужской мудрости, по мнению женщины, не знаю, вот. На самом деле, это всё очень такое уже пережитки какие-то прошлого, потому что, ну, в современном мире воспринимать мужчину и женщину как-то по-разному, по, как-то, ну, по своим индивидуальным особенностям можно только в контексте личностного подхода, да, в контексте индивидуализированного, может быть, подхода. Ну, ни в коем случае не как гемберный подход, потому что по гемберной психологии написано очень много книг, и то есть написано много книг, говорит о том, что всё это просто один сплошной субъективизм, не более того. Вот. Давайте мы с вами немножечко перефразируем ваш вопрос. Почему человек не может говорить другому человеку или любимому человеку, да, обо всё? Почему? Потому что, а человек, который не может говорить обо всё, например, вы, либо не принимает себя таким, как он есть, то есть стыдится того, что делает, либо считает, что любимый человек, партнёр, не поймёт то, что вы сделали, просто не поймёт. И здесь ключевой момент такой. Если я делаю то, что не поймёт мой любимый человек один раз, в качестве исключения, в качестве чего-то из ряда вон выходящего, это одно. Это можно скрыть. И если я за это испытываю чувство вины, то это у меня комплекс, это у меня из детства идут установки родителей, что я не должна врать, я не должна обманывать нас и так далее, и так далее, с которыми мне нужно работать. То есть понятно, да, что если это исключительный случай, то скрывать нормально, потому что, ну, допустим, человек, допустим, любит правду, да? Почему он любит правду? Зачем ему она? Это уже другая история. Он её любит. Вам нравится, что ваш любимый человек такой, правдивый. Вы его за это любите, цените, уважаете и так далее. Но случилась ситуация, в которой вам пришлось соврать. И вы знаете, что ваш мужчина этого не поймёт. Вы знаете, что это разобьёт ему сердце, например. Вы знаете, что он от этого будет страдать. Ложь во благо. Это исключительный случай. Единичный случай. Действительно серьёзный. Вот. Который никто никак не мог предугадать. В этом случае ложь оправдана. Исключительный случай означает, что вы больше никогда не допустите повторения этой истории. Но если, если врать приходится постоянно, да, то либо человек вам не подходит, потому что, ну, как бы, если, например, я люблю вредную еду, а мой любимый человек вредную еду не любит. И считает, что вредная еда это зло. И я постоянно вынужден ему врать, что я не ем вредную еду. Что это за жизнь? Насколько адекватен тогда мой выбор любимого человека. Да? Вот. Либо ситуация с совестью. Здесь она повторяется, то есть, помимо вопроса, зачем мне такой человек, да, зачем мне такой любимый, который не понимает и не принимает то, что я делаю. А если я ему все-таки вру, да, и меня мучает совесть, с чем это связано? Я делаю то, что мне нравится, я делаю то, чего я хочу, так кто мне не дает, кто мне запрещает? Чей запрет я нарушаю? С кем я борюсь внутри своего сознания? Скорее всего с родителями. И здесь можно говорить о том, что любимый человек выбирается по образу и подобию родителей не случайно, потому что для вас, ну, не для вас лично, а для такого человека, который испытывает чувство вины, для него эта позиция, когда он что-то делает и чувствует вину, является приемлемой, желаемой, она ему нужна. Понимаете? Вот. С какой выгодой? С какой целью? Это уже нужно разбираться. Но она нужна. Дальше, значит, не договариваться, скрывать какую-либо информацию, как научиться. Я не знаю. Ну, научите свои, а дальше что? Какие отношения у вас будут? Личком честно, всегда грызет совесть за то, что не скажет своему парню о чем-то, к примеру, чтобы гулять с другом или общаясь с кем-то. С кем-то бросить и простить, если узнать. Так, а зачем вам такой товарищ тогда, если он бросит вас? Вы боитесь быть брошенной? Боитесь быть одна? Это другая история. Другой момент. Понимаете? Вы пишите, что вы слишком честная? Всегда грызет совесть? Нет. Знаете, вы нечестны. Вы боитесь наказания за вранье. Вы боитесь наказания за вранье. Это нечестность. Можно ли назвать преступника... Значит... То есть можно ли назвать человека преступником, если он не совершает преступление только потому, что боится его совершить? Да, можно. Он преступник, потому что если завтра наказание отменят, он тут же пойдет совершать преступление. Вот и вы так. Если бы можно было, вы врали. Вы врали бы. Но вы не можете боитесь наказания. И вместо того, чтобы принять то, что вы хотите делать и перестать бояться того, например, что вас просто, и выбирать себе людей более подходящих вам. Да? И строить отношения на основе искренности и принятия. То есть захотели вы погулять с другом? Пошли погулять с другом, потому что вы вправе это делать. Нет. Вы хотели пообщаться с кем-то? Вы пообщались с кем-то, потому что вы вправе это делать. И никто не вправе вас этого лишать. Нет. Вы предпочитаете скрывать. Это невротические отношения. То есть отношения основаны на том, что вы сами для себя хотите. То есть вы хотите получать от человека, а не отдавать ему. Вот в этом и есть проблема. Понимаете? Вот. Вот вы пишите, что если такой случай произошел, и теперь не могу от угрызения совести спастись. Во-первых, нужно здесь понять, чей именно голос звучит у вас в сознании. То есть кто обвиняет вас в том, что вы поступили так? Чего хочет голос вообще? Это первое. Первое – это необходимость договориться со своим голосом. Ну вот с этой совестью. Второе – это субъективная сторона того, что вы делали. Ну, грубо говоря, вы совершили какой-то поступок. Вот о чём вы думали, когда его совершали? Чего хотели, например? Понимаете? То есть об этом, об этом можно говорить. Если вы этого хотели, если это ваше желание, как можно за свои желания испытывать стыд? Тем более, если это никому не вредит. Понимаете, да? Значит, вы не принимаете это в себе. А не принимаете, потому что вам кто-то внушил, что это плохо. Вот. Понятно, да? Если вы не хотели этого сделать, но сделали всё равно, то другой вопрос. Опять же, кто-то вас подстегнул, простимулировал сделать то, чего вы делать не хотите. И тонкость в том, чтобы понять, как так получилось, как так произошло, что вы не хозяйка своего поведения, не хозяйка своих поступков. Вот. Ну и, извините меня, наше представление о женской мудрости является, мягко говоря, ошибочными, потому что мудрость – это не обман и не умолчание. Мудрость – это принятие уступки, понимание, компромисс. Не путайте, пожалуйста, эти два понятия, не путайте, пожалуйста, эти два термина. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо! Продолжение следует...